Руан Первый день после отхода последних французских войск быстро по городу проехало несколько неприятельских уланов, а вслед за ними по всем направлениям потекло немецкое войско. По улицам стали раздаваться незнакомые голоса команды, а в домах, казалось, все опустело, все вымерло. Наступала пора для побежденных любезничать с победителями, не сегодня-завтра могли нуждаться в их покровительстве. Но мало-помалу город принимал свой обычный вид. Во многих французских семьях прусский офицер даже обедал за общим столом. Но было что-то неуловимое, какая-то невыносимая атмосфера, запах нашествия. Этот запах наполнял жилища, площади, вкус пищи изменял этот запах. Победители требовали денег, много денег, и жители платили. Впрочем, и богаты же были эти жители. Но видно, так уж на свете устроено, что чем богаче человек, тем он больше страдает, когда ему приходится расставаться хоть с частицей своего имущества. И вот торгашеские инстинкты проснулись у местных купцов. У многих из них были крупные дела в Гаври, который в это время был занят французами. Они захотели пробраться туда, сначала сухим путем на Диеп, а оттуда морем. Начали хлопотать о выезде, и скоро было получено разрешение от главнокомандующего. Был нанят большой дилежанс. Записалось десять человек. Беспрерывный снег шел весь вечер, всю ночь, и в четыре часа утра путешественники собрались в воду гостиницы и ожидали кареты. Все имели заспанный вид и дрожали от холода. Несмотря на то, что было темно, двое мужчин узнали друг друга. Оказалось, один едет с женой, и другой едет с женой, и я еду с женой. Ах, и вы, как это хорошо! А мы не вернемся в Руан. Если прусаки подойдут к Гавру, мы уедем в Англию. Оказалось, что у всех один и тот же план. Подошел кучер. Господа, отчего вы не сядете в дилежанс, ведь холодно. Ох, да, правда, и все бросились в дилежанс. Через некоторое время дилежанс тронулся в путь. Ехали медленно, медленно, шажком. Незаметно наступал день. Сидевшие в дилежансе стали с любопытством посматривать друг на друга. Ну, давайте и мы познакомимся с нашими путешественниками. В глубине, на видных местах, дремали господин и госпожа Луазо. Господин Луазо был сначала приказчиком, а когда хозяин разорился, купил у него всю торговлю, и... Хорошее же состояние было у него. Он очень выгодно продавал очень скверные вина мелким деревенским торговцам. Ох, какой это был плут, этот Луазо! Какая это была ловкая, изворотливая бестия! Кроме того, господин Луазо был известен всевозможными веселыми проделками и шуточками, иногда очень удачными, а иногда безобразными. Когда говорили о господине Луазо, то всегда прибавляли. Ах, этот Луазо, это такой комик! Маленький рост, толстый живот, это кышар. Красное лицо, бакенбард, и вот все. Его жена, госпожа Луазо, была крупная, полная женщина, эдакая бочка, с громким голосом, решительными движениями и с душой жандарма. В торговом деле она была олицетворением точности, ясности, порядка и бережливости. Возле нее важно восседал господин Карелем Адун, хлопчатобумажный фабрикант, кавалер Ордена Почетного Легиона. Во время империи господин Карелем Адун был даже вождем оппозиции, умеренной оппозиции, и единственной ради того, чтобы ему потом дороже заплатили за его присоединение к империи. Его жена, госпожа Карелем Адун, была очень молоденькая, очень миленькая, очень маленькая, очень хорошенькая женщина. Все благовоспитанные офицеры, назначенные в руанский гарнизон, только у нее и находили свое утешение. Закутанная в свои меха, она с печальным видом смотрела на жалкую внутренность экипажа. Ее соседи были граф и графиня Гюберда Бравиль, граф старый аристократ изысканной манеры. Он старался искусственным образом поддерживать свое кровное родство с Генрихом Четвертым, который, по легенде, составлявший гордость семьи, был виновником беременности одной из дам Добровиль, за что ее муж получил графство. В истории брака с дочерью одного нанцкого судохозяина было что-то темное, но графиня была так величественна, умела принимать лучше всех. Так, кроме того, состояние Добровиль было очень велико, а это что-нибудь да значит. Вот эти шесть особ, я повторю, кто именно. Виноторговцы господин и госпожа Луазо, фабриканты Карелли Мадон и граф и графиня Гюберда Бравиль. Вот эти шесть особ помещались в глубине дилежанса. Это была часть общества наиболее сильная, наиболее богатая, честные и влиятельные люди, у которых есть своя религия, свои принципы. По странной случайности, почти все женщины уселись на одной скамье. Да, рядом с графиней находились две монахини. 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 Ну, что о них сказать? Монахини. Сидели неподвижно, опустив глаза и шептали молитвы. Одна из них была старуха. Лицо у него было до такой степени изрыто оспой, что казалось, что кто-нибудь запустил ей в лицо целый заряд дроби. А другая была молоденькая, хорошенькая, только тщедушная, болезненная. Мужчина и женщина, сидевшие против монахинь, привлекали всеобщее внимание. Мужчина — это был всем известный Корнюдэй, демократ, ужас всех благонамеренных людей. Женщина-соседка Корнюдэй принадлежала к числу так называемых милых, но погибших созданий. Славилась она своей неполитам развившейся полнотой. Пышка — так ее называли. Это была маленькая, круглая, полная женщина с пышной грудью. Тем не менее, в ней было что-то аппетитное, возбуждающее, соблазнительное. О, как мужчины за ней бегали! И действительно, лицо у нее было, как красное яблочко или распустившийся пион. И два великолепных черных глаза с длинными густыми ресницами. Тень давали эти ресницы. И прелестный ротик, маленький, всегда влажный для поцелуя. Да, кроме того, мужчины, так говорили, у нее было много и других, очень-очень больших достоинств. Мужчины всегда прибавляли, ну, сами увидите. Как только ее увидели, шепот пробежал среди дам общества. Это она! Вы знаете, пышка? Да? Да, проститутка! О-о-о! 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 Это было сказано так громко, что пышка подняла глаза и обвела всех таким вызывающим взглядом, что воцарилась полная тишина, то-то. Разговор вскоре снова возобновился между тремя дамами. Присутствие этой девушки как будто еще более сблизило их. Они как будто составили союз перед лицом этой... Да. Присутствие корню, да и напротив, сблизило мужчин, которые говорили теперь о денежных делах, в особенно презрительном для бедных людей Тони. Граф Гюбер-Дубровиль говорил о страшных убытках, которые причинила ему война, но в его Тони слышалась уверенность, что убытки не стеснили его более чем на год. Фабрикант Кареля Мадон тоже много потерял на хлопчатобумажном деле, но на всякий случай перевел в Лондон шестьсот тысяч франков. Что касается господина Руазо, то этот плут спустил французскому интендантству все свои дешевые вины. Так что государство должно было ему порядочный куш. Вот его-то он и думал заполучить в Гаврию. Все трое мужчин переглядывались. Несмотря на разное положение, они чувствовали себя братьями, принадлежавшими к тому всемирному обществу людей, которые, запустив руки в карманы и позвякивая золотом, с большим презрением смотрят на весь остальной мир. Ах, наплевать на всех! Дилижанс подвигался медленно. Так медленно, что к десяти часам не сделали и четырех миль. Начинали беспокоиться, так как завтракать предполагали в Тоте. Между тем, при такой езде туда едва ли можно было попасть к вечеру. Аппетит возрастал, а это приводило всех в дурное настроение. Тем более, что по дороге не было ни одной корчмы. От сильного голода разговор умолк. Время от времени то тот, то другой зевал. А к часу дня господин Луазо объявил, что он положительно чувствует пустоту в желудке и за небольшой окорок дал бы тысячу франков. Его жена чуть с ума не сошла. Она не могла спокойно слышать о швырянии денег и не понимала даже шуток на этот счет. Черт возьми, почему мы не захватили провизии? Вдруг в три часа дня, когда дилижанс был среди бесконечных полей, пышка быстро нагнулась и вытащила из-под скамьи корзинку, покрытую белой салфеткой. Сначала она вынула маленькую тарелочку и тоненький серебряный бокал, а затем большую миску, в которой, застыв желе, лежали два больших разрезанных на куски цыпленка. В корзине было завернуто еще много вкусных вещей. Тут были и пирожки, и фрукты, и лакомства. Вообще запас провизии был рассчитан дня на три. Пышка вытащила крылышко цыпленка и хлебец и стала есть. Все взгляды были устремлены на нее. От запаха пищи невольно раздувались ноздри, рты наполнялись слюной. Презрение дам к этой девице перешло в свирепую злобу. Казалось, они собирались выбросить ее в снег вместе с ее бокалом корзинкой провизии. Луазо пожирал глазами миску с цыплятами. Пышка подняла на него глаза. Может быть, ему угодно? Нельзя же не есть с самого утра. О, конечно! О, еще бы! О! 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 И разложив на коленах газету, чтобы не запачкать брюк, Луазо стал жевать ножку цыпленка с таким удовольствием. В хорете пронесся вздох отчаяния. Пышка предложила монахиням. Моментально согласились. Пробормотали какую-то благодарность и, не поднимая глаз, стали уплетать. Пышка предложила корню ды. Он не отказался. Господин Луазо приглашал жену последовать его примеру. Она довольно долго сопротивлялась, но спазма в желудке, и она согласилась. Голодные граф и графиня Гюбер де Бревилле читали Мадон, окруженные людьми, которые с аппетитом уплетали, одурели от запаха пищи. Пышка смотрел на четырех пассажиров, которые ничего не ели. — Господа! Она не докончила, боясь получить оскорбительный ответ. — Господин Луазо вмешался. — Черт побери! Все люди братья и должны помогать друг другу. Черт побери! Несмотря на эти слова, все колебались. Но граф разрубил вопрос. — Мадам, мы принимаем с благодарностью ваше предложение. — Только первый шаг труден. Рубикон был перейден, и всякое стеснение исчезло. Корзинка быстро опустошалась. В ней оказалось много всякой всячины. Страсбургский пирог, пащет из дроздов, кусок великолепной ветчины, груши, пряники, пирожки, пирожные, печенье и целая банка с маринованным луком. Кто любит, между прочим, очень вкусная вещь. Но невозможно было поедать провизию этой девицы, не разговаривая с ней, поэтому заговорили. Сначала сдержанно, потом непринужденно. Пышка держала себя с большим тактом. Графиня Гупердебребири и госпожа Карелли Мадон были деликатны, были любезны. Особенно была очаровательна графиня. С ее милой снисходительностью дамы высшего общества, которая не может загрязнить ничье соприкосновение. Одна только толстая госпожа Луазо, имевшая душу жандарма, угрюмо молчала. Она говорила мало, ела много. Разговор вращался около войны. Говорили, конечно, про ужасы прусаков и про подвиги французов. Затем начались разговоры про самих себя. Пышка с неподдельным волнением и горячностью стала рассказывать, как она решилась покинуть Руан. Сначала ей казалось, что она сможет остаться на месте. Лучше кормить нескольких солдат, чем уезжать неизвестно куда. Но это оказалось выше ее сил. Когда она в первый раз увидала прусаков, не удержи ее горничная, она перешвыряла бы им в голову всю мебель. А когда солдаты явились к ней на постой и стали грубо и нахально к ней приставать, она одному из них вцепилась в горло. Хотели ее арестовать, но она спряталась, и когда представился случай, она уехала. Браво! Браво! Браво, гражданка! Все поздравляли! Да, корзинка была пуста. Десять человек легко с ней справились, сожалея, что она не была больше. Разговор продолжался еще несколько времени, но с меньшим оживлением, в особенности после того, как все наелись. Ночь быстро наступала. В карете стало совсем темно. Но вот, наконец, замелькали огни, и дилежанс въехал в местечко, остановившись около коммерческой гостиницы. Дверца кареты открылась, и господа путешественники вздрогнули. Рядом с кучером, в ярком освещении фонаря, стоял немецкий офицер. Высокий молодой человек, белокурый, с длинной тонкой талией, затянутой в мундир, точно девица в курсет. Он довольно грубо предложил путешественникам вылезать. Первые повиновались скротостью святых дев, монахини. Затем появились граф и графиня, читали мадон, и господин Луазо, подталкивая свою почтенную половину. Скорее, из чувства осторожности, чем из вежливости, господин Луазо поздоровался с офицером. Месье, добрый день! Но тот только дерзко посмотрел на него. Все собрались в большой кухне гостиницы. Офицер приказал предъявить разрешение на выезд, подписанный главнокомандующим, где должны были значиться имена, приметы и профессии каждого путешественника. Долго и внимательно осматривал всех, сравнивая каждого с приметами. Эть! Ушел! У всех отлегло от сердца. Захотелось всем есть, заказали ужин. И пока гухарка готовила, все пошли осматривать комнаты. А когда сели за стол, появился хозяин гостиницы, господин Фолен-Ви, бывший торговец лошадьми, очень тучный человек, у которого вследствие одышки все слова сопровождались кашлем, сморканием, хрипением, свистом и сипом. Он и сейчас проделал всю эту музыку. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе! Мадемуазель Елизавета Руссель! Пышка вздрогнула. Это я. Прусский офицер желает переговорить с вами. Пышка взмутилась, переспросила хозяина и наотрез отказалась. Все общество заволновалось. Граф стал убеждать девушку, ее отказ может привлечь серьезные неприятности не только для нее, но и для всех никогда не следует противиться тем, кто сильнее нас. По всей вероятности не соблюдена какая-нибудь формальность. Все присоединились к графу. Девушку стали просить, умолять, убеждать, наконец заставлять. Хорошо. Хорошо. Хорошо она сделает это, но только для них. Пышка вышла. Картри сожалел, что не его вызвали вместо этой грубой, вспыльчивой девушки. Через десять минут Пышка вернулась, красная, задыхающаяся от гнева. О, канайя! О, рвань! Общество засуетилось, в чем дело, чего офицер хотел. Но она ни за что не хотела сказать нет, нет и нет. На настояние графа Пышка ответила с большим достоинством, что это его не касается. Вуаля! После этого все подсели к высокой миске, из которой шел вкусный запах капусты. Несмотря на тревогу, ужин прошел весело, а после ужина все настолько устали, что разошлись спать. А затем все в доме затихло. Только неизвестно откуда, ни то из погреба, ни то с чердака, доносился правильный, могучий и маратонный храп. Это господин Фориан Ви спал непробудным сном. И все наши путешественники, утомленные дорогой и приключениями, тоже заснули. Мы остановились на том, что путешественники, утомленные дорогой и приключениями, заснули. Они условились уезжать на следующий день ровно в восемь часов. Назначили час, все собрались в кухне, но дилижанс стоял без кучера и лошадей. В чем дело? Стали искать кучера, искали на сеновале, в каретных сараях, нет и нет. Мужчины отправились на поиски, очутились на площади, но кучера не находили. Наконец, нашли его. Где вы думаете? В деревенском кафе. Разве вам не приказано было запрягать ровно восемь часов? Да, но после этого я получил другое приказание. Какое? Вовсе не запрягать. Почему? Не знаю. Кто вам приказал? Прусский комендант. Все вернулись в большом беспокойстве. Потребовали фулеон ви, но служанка сказала, что хозяин из-за его астмы никогда не встает раньше десяти часов. Спросили, нельзя ли повидать офицера? Оказалось, нет, один фулеон ви имел право видеться с ним. Ну, что делать? Пришлось обождать. Курнюдэ расположился в кухню большого камина и потребовал маленький столик и бутылку пива. А господин Луазо под предлогом, что ему надо размять ноги, пошел сбывать дрянное вино местным торговцам. Этот плут успел все-таки среди шуточек и прибауточек спустить господину фулеон ви шесть бочонков вина на весну, когда прусаки уйдут. В десять часов явился фулеон ви. Все бросились к нему с расспросами. Оказалось, действительно, офицер приказал не запрягать карету этих господ. Пришлось обратиться к самому офицеру. Граф послал ему свою карточку, на которой господин Карелем Адон приписал свое имя со всеми титулами. Офицер приказал ответить, что допустят этих господ после завтрака. Да, мы появились, и, несмотря на беспокойство, все слегка позавтракали. Пышка казалась крайне смущенной. По окончании кофе за графом и фабрикантом явился вестовой офицера. К ним присоединился господин Луазоу. Поднявшись по лестнице, все были введены в комнату офицера, лучшую в гостинице. Офицер принял их развалять в кресле, с ногами на камине, с длинной фарфоровой трубкой в зубах. Он не встал, не поклонился, даже не посмотрел на них. Великолепный образчик грубости. Мы желаем ехать? Нет. Осмелимся спросить, почему? Нет. Почтительнейше заметим вам, что ваш главнокомандующий разрешил нам проезд на Диепп. Нет. Все трое поклонились и ушли. Весь день прошел в большом беспокойстве. Никто не понимал упрямство офицера. Всевозможные странные мысли приходили в голову. Может быть, их задерживают в качестве заложников, но с какой цель? Или, что возможнее, с них потребуют выкуп за освобождение? При этой мысли ими овладел панический страх. Они уже представляли себе, как их мешки с золотом начнут переходить в карманы этого грубого солдата. Они ломали головы, как бы выдать себя за бедных, очень бедных людей. И господин Луазо даже снял с себя золотую цепочку от часов и спрятал ее до обеда оставалось часа два. Госпожа Луазо предложила сыграть в карты. Это развлечет. Все согласились, граф сосвал карты и сдал. Пышка сразу объявила тридцать одно, и все, увлекшись игрой, успокоились. Корнюдэ даже заметил, что супруги Луазо обмениваются знаками и плутуют. Появился хозяин Фольон Ви. Покашлял, похрипел, посвистал. Прусский офицер приказал спросить мадмазель Елизавету Русе, переменила ли она свое решение или нет. Пышка сначала побледнела, а затем, задыхаясь от гнева, набросилась на трактирщика с кулаками. Пусть пусть он скажет этому пьяницу, этой пусской падали, этой рвани, что она никогда не захочет, никогда, никогда. Трактирщик ушел, все пристали к Пышке, что офицер от нее требует. Ни за что не хотела сказать, ни за что, ни за что. А, они требуют, они пристают, хорошо, хорошо, она скажет. Эта прусская падаль, эта рвань требует, чтобы она спала с ним. Вуаля! Никто не был шокирован, до такой степени это показалось возмутительным. Корнюдей даже разбил свою кружку, все негодовали, осуждали этого грубого солдата. Граф даже заметил, что так поступали только древние варвары. Особенно энергично выражали сочувствие Пышке женщины. Тем не менее, когда прошел первый гнев, сели обедать. Но говорили мало, больше размышляли. Дамы скоро ушли, и мужчины тоже объявили, что уже поздно, и разошлись спать. На другой день опять стали довольно рано, в смутной надежде. Очень уж было сильно желание уехать из этой ужасной харчевни. Увы, дилежант стоял без лошадей. За ночь много было передумано, и мнения относительно Пышки несколько изменились. На нее даже злились за то, что ей не пришло в голову тайком свидеться с офицером, чтобы потом устроить всем приятный сюрприз. «Чего же проще? Ты кто узнал бы об этом? Ради приличия она могла бы дать понять Пруссаку, что она это делает только ради них? Тем более, что это для нее стоит все такое, подумаешь? Но никто, однако, не открывал этих мыслей другим. После завтрака, ах, как было скучно после завтрака, граф предложил прогуляться, и, закутавшись хорошенько, все отправились гулять, за исключением корню Дея. Впереди шли четыре женщины, трое мужчин следовали позади. Дамы разговаривали о туалетах, но все были чем-то смущены. Вдруг в конце улицы появился прусский офицер. На белом фоне еще более выделялась его фигура с длинной тонкой талией. Он шел особенной военной походкой, как бы стараясь не запачкать своих тщательно вычищенных сапог. Пышка покраснела, а дамы почувствовали что-то унизительное от того, что этот офицер встретил их в обществе особой, с которой он позволил себе такое вольное обращение. разговор зашел о наружности офицера. Госпожа короля Мадон, узнавшая немало офицеров и понимавшая в них толк, нашла, что он ничего, ничего, она даже заметила, с сожалением заметила, что будь он француз, из него вышел бы прихорошенький гуссер, и все дамы были бы от него без ума. Вернувшись домой, не знали, что им делать. Из-за пустяков говорили друг другу дерзости, колкости, и после обеда, прошедшего скоро и молчаливо, все поспешили улечься спать, желая хоть этим убить время. На следующий день спустились в кухню с утомленными лицами, раздраженные. Вспышкой женщины почти не разговаривали. Церкви по случаю Кристин ударили в колокол. У Пышки был ребенок, отданный в крестьянскую семью на воспитание. Она редко с ним виделась и почти никогда о нем не думала. Но тут вдруг мысль о Кристинах пробудила в ней неожиданную и сильную нежность к своему ребенку. Она непременно захотела присутствовать на церемонии. Как только она ушла, все переглянулись. Надо же на что-нибудь решиться. И тогда госпожа Луазо, этот жандарм в юбке, не могла больше сдерживать своего темперамента. Вот понесла. Она не понимала, почему эта потаскуха имеет право отказывать одному скорее, чем другому. Ведь она путалась в руане с кем попала. И она, эта госпожа Луазо, находила, что офицер поступает отлично. Он, конечно, предпочел бы кого-нибудь из нас, но он воспитанный человек, он уважает замужних женщин и желает воспользоваться той, которая без того всем принадлежит. Ведь он здесь хозяин, он может воспользоваться любой из нас силой. При последних словах дамы слегка вздрогнули, а у хорошенькой мадам Карелли Мадон заблестели глаза. Мужчины, рассуждавшие в стороне, подошли к дамам. Господин Луазо как будто сошел с ума. Знаете, что он предлагал? Связать пышку, связать, отдать ее солдатам, пусть они делают, что хотят, сволочь. Но граф, в трех поколениях которого предки были посланниками и который сам по природе был дипломат, придерживался более тонкого способа действия. Нет, господа, мы должны ее склонить на это. Тогда составили заговор. Дамы подсели ближе друг к другу и, сообща с мужчинами, стали обсуждать план действия. Ах, дамы! Они сразу расцвели, веселились, шалили, чувствовали себя в своей тарелке, обрабатывая это любовное дельце. Веселье вернулось как-то само собой. До того вся их история казалась забавной. Граф сыпал шуточками, очень рискованными, но так мило сказанными, что они заставляли всех улыбаться. Что же касается господина Луазо, то он говорил такие сальности, которые, впрочем, никого не задели. У всех в голове была мысль, грубо высказанная госпожой Луазо, раз это ее ремесло, то почему она должна предпочитать одного другому? Долго обдумывали осаду этой живой крепости. Наконец был установлен план необходимой хитрости и предосторожности. Все до такой степени были увлечены, что не заметили, как вошла Пышка. «Тише! Она здесь!» Все замолчали. До завтрака дело ограничилось только тем, что все были с Пышкой преувеличены любезной, с целью возбудить в ней побольше доверия. И только за завтраком начались первые подступы. Сначала завели туманный разговор о самоотверженности вообще. Стали приводить примеры из истории. Юдив и Олаферн. В первую очередь пошла именно эта история. Затем дело дошло до Клеопатры. Ну, эта дама принимала на своем ложе всех неприятельских полководцев, а потом не заводила их до степени своих рабов. Затем пошли уж самые фантастические примеры. И невежественнее же были эти миллионеры. По их словам выходило так. Когда неприятель подступал к Риму, то все римские гражданки Матроны так и переходили в лагерь к неприятелю. Все это было рассказано с большим увлечением, цель ясна. В конце концов могло показаться, что единственное назначение женщины на этом свете это беспрерывное предоставление своей особой грубым солдатским прихотям. Пышка слушала, но ничего не говорила. за обедом коалиция несколько ослабела. Старались придумать новые исторические примеры, но запас истяк. И вдруг графиня, может быть, непреднамеренно и смутного религиозного чувства, спросила что-то старшую из монахинь о сподвижничестве святых. Ведь многие из них совершали поступки, которые показались бы нам преступными, но церковь охотно прощает эти преступления, если они сделаны во славу Божию. О, какой могущественный аргумент! И вот старая монахиня оказала заговору значительную поддержку. Думали, что она застенчива? Нет, нет, она оказалась такой резвой, такой страстной, а главное, вера ее не колебалась, не имела никаких сомнений. По повелению и свыше она могла бы сделать любую подлость, любую гадость. Но что гадость и подлость? Она могла бы убить отца, мать, да кого угодно, лишь бы ему было угодно. Графиня уцепилась за этот могущественный аргумент и переспросила монахиню, значит, Бог прощает всякое дурное дело, если оно сделано с доброй целью? во славу его. Оказалось, конечно, какое же может быть сомнение? Всякое дурное дело, сделанное во имя его, ему будет очень приятно. И графиня и монахиня продолжали в этом роде, разъясняли божескую волю во всех ее нюансах, во всех переливах, вмешивали своего Бога «Такие грязные дела!» На следующий день все сошлись к завтраку довольно поздно. За столом с пышкой мало разговаривали. После завтрака графиня предложила прогуляться, граф взял пышку под руку и немного отстал. Он заговорил с ней полудружеским, полуотеческим тоном. Он назвал ее «Мое милое дитя». «Итак, мое милое дитя, вы предпочитаете задержать нас и в случае какой-нибудь неудачи русских войск подвергнуть нас и себя всевозможным неприемностью. Вы никоим образом не хотите согласиться на маленькую любезность». Он так и сказал «любезность, которую просит от вас прусак». «Ну, милое дитя, вы же неоднократно в своей жизни делали эту любезность». Пышка слушала и, ничего не отвечая, присоединилась к другим дамам. По возвращении домой она поднялась к себе и более не показывалась. Беспокойство возросло до последней степени. Как она теперь поступит? Вот будет положение, если она заупрямится. Наступил обеденный час. Пышка не показывалась. Наконец появился Фолен-Ви. Мадмазель Елизавета Руссель не здорова и просила ее не ждать. Граф спросил трактирщика «Ну, а наше дело да?» «Хе-хе-хе-хе- да». «Общий глубокий вздох облегчение». Господин Луазо закричал «Шампанского!» «Ставлю шампанского!» Разговор оживился, остроты так и сыпались. Господин Луазо поднявшись предложил тост за освобождение. Все общество присоединилось к тосту. Даже монахини по просьбе дам согласились омочить свои губы в пенистом вине, которого они никогда не пили. Попробовав его, они нашли, что оно очень вкусное, напоминает лимонад газез, но только вкуснее лимонада газез. Расходившийся Луазо жалел, что нет фортепиано, а то можно было бы обхватить кадриль. Корнюдей за все время не проронил ни одного слова. Он, казалось, погрузился в очень важные размышления и по временам нервно теребил свою длинную бородку. Когда общество расходилось, господин Луазо, покачиваясь, хлопнул его по животу. — Что такое? В чем дело? Почему этот гражданин все молчит? Корнюдей внезапно поднявшись, обвел все общество сверкающим взглядом. — Объявляю всем вам, что вы поступили гнусно. Повторил около дверей гнусно, вышел. Сперва все смутились, господин Луазо имел довольно глупый вид, но он овладел собой, а пломб к нему вернулся. Ха-ха-ха-ха-ха! Зелен виноград, старина, зелен виноград! Да, мы забавлялись как сумасшедшие, он ревнует, боже мой, он ревнует! Одним словом, все общество веселилось, а на следующий день дилежан стоял запряженный. путешественники с сияющими лицами укладывали запасы провизии на весь остальной путь. Ждали только пышку. Наконец она явилась. Как только она приблизилась, все от нее отвернулись. Граф с достоинством взял жену под руку, как бы желая ее удалить от этой. пышка была поражена. Она подошла к фабриканше «Мадам!» Та посмотрела на нее с видом оскорбленной добродетели. Все казались чем-то занятыми, все сторонились от нее, как будто она на своих юбках принесла заразу. Затем все заторопились в дилежанс. Места заняли, как и в первую часть путешествия дилежанс, тронулся в путь на диеп. Сначала все молчали, пышка не смела поднять глаз. Она была возмущена, она чувствовала себя оскорбленной и в то же время чувствовала, что она унизила себя тем, что уступила им, что она осквернила себя поцелуями прусака, в объятии которого так лицемерно, так предательски толкнули ее вот эти господа. Казалось, ее не видят, не знают, не знакомы. Графиня обратилась к госпожей Карелем одну, дамы заболтали. Вы знаете, мадам дестреле, о да, какая возвышенная душа. Пабрикант завел разговор с графом, и сквозь дребезжащие стекла прорывалось купон, проценты, платеж. господин Луазо, стянувший в гостинице засаленную колоду карт, играл с женой в резик. Прошло три часа. господин Луазо сложил карты, а не закусить ли нам господа? Его жена достала кусок холодной телятины, графиня, блюдо с великолепным зайчим пасчетом, приготовленным для обеих супружеских чет. Молчание все ели. Пышка в торопях и в том особенном настроении, в котором она была, ни о чем не позаботилась, и теперь смотрела возмущенная, задыхаясь от злобы на этих господ, которые приспокойно ели и на нее не обращали никакого внимания. Сначала под влиянием гнева она раскрыла рот, чтоб прокричать им, но слова замерли на ее губах, до такой степени бешенства ее душило. она чувствовала себя как бы утонувшей в презрении этих честных негодяев, которые сначала пожертвовали ей, а затем выбросили как грязную и ненужную вещь. Невольно она вспомнила о своей корзине, наполненной такими вкусными вещами, которые они же все слопали с такой жадностью. цыплята в жиле, страсбургский пирог, банка с корнишонами. Она почувствовала, что может заплакать. Она делала усилия, глотала слезы, но слезы выступили и заблестели на ее длинных густых ресницах и крупные капли потекли по ее щекам. Она сидела неподвижно с холодным, бледным, суровым, мстительным лицом, стараясь, чтобы никто не заметил ее слез. Но графиня заметила и указала мужу, я-то здесь с плечом. А госпожа Люазо торжествовала, она плачет от стыда. Корню дых все время сидел с видом человека, придумывающего ловкую штуку. Он ехидно улыбался. И вот здесь, в темноте, он стал напевать в полголоса царицу всех твердел, лошади побежали быстрее, Корню дэ перестал петь, но им слышалось до самого дьепа лошади лошади патрии, и когда стало совсем темно, и на всех ухабах, во время долгих томительных часов путешествия, грозно и мстительно им слышалось 呢, фарма т champions формы в обо таю. А пышка сидела бледная с холодным суровым мстительным лицом. Маршо, маршо, Нар-а-а-ра-ра, иногда слышались рыдания, Най-ра-ра-ра-ра-ра, на-ра-на-на-на. Субтитры создавал DimaTorzok